Дискуссия в клубе интеллектуалов Валдай давно нет места. Фактически это моноспектакль, в котором Владимир Путин грозит воображаемым ботинком воображаемому Западу. Председатель Евросовета Шарль Мишель недалеко вчера в интервью сказал «Россия предала армянский народ». Кто сказал? Шарль Мишель, председатель Европейского совета. Знаете, у нас в народе говорят, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала. Корова, кобыла, неважно. Животная, короче, какой. Четырехчасовой стендап начался с методичек про войну в Украине. Мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить. Сторожилы вспоминают. Валдайский клуб и в лучшие времена не мог похвастать особенными достижениями. Насколько же все-таки мощной является пропагандистская машина так называемого Запада? Дискуссии там были, но это был такой, знаете, парк-свисток. Это никогда, по-моему, ничем не выражалось. Ну да, людям давали разговаривать. Там были люди с разными точками зрения, поэтому им было о чем разговаривать. Сейчас там люди с одной точки зрения, им не о чем разговаривать. На том же заседании выяснилось, что частных военных компаний в России нет. В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует. И не существовало. Главная сенсация форума. Дело о крушении самолета Евгения Пригожина раскрыто. Выпили, обнюхались кокаином и подорвались гранатами в воздухе. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. Конечно же, обнюхачились кокосом и давай в самолете друг в друга гранатами кидаться. Изначально была такая идея, мы соберем интеллектуалов со всего мира и мы там будем интеллектуальными лидерами и прочее. И Путину это очень нравилось. Он получает удовольствие, у него растет самооценка. С тех пор, когда это за то время, что Валдаи якобы существует, он, конечно, деградировал до предела. Ну, как и все у нас деградировал. Я думаю, что не исключено, что Владимир Владимирович не знает, что Валдаи деградировал, ему не докладывают. Он продолжает приезжать на эту площадку и чувствует себя таким крутым. Не обошлось и без казусов. Вчера утром Дмитрий Песков назвал термоядерный взрыв в Сибири странной идеей Маргариты Симонян. Кремль явно хотел отстраниться от скандала, ведь петиция с требованием наказать пропагандистку набрала десятки тысяч голосов. А вечером Путин заявил, он и сам не прочь расчехлить ядерную дубину. Я слышу уже призывы, допустим, начать испытание ядерного оружия, вернуться к испытанию. Здесь вот что бы я сказал. Соединенные Штаты подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытание ядерного оружия. И Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала. А Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали. Теоретически можно отозвать эту ратификацию. На самом деле смысл в таких форумах не только у нас, а в мире, он очень большой. На этих форумах умные люди, квалифицированные люди высказывают какую-то позицию, пытаются донести до тех, кто принимает решение. Совершенно уверен, что до Владимира Владимировича Путина сейчас уже бессмысленно пытаться достучаться. Понимаете, он ничего не понимает. Он уже уехал в свой иллюзорный мир совершенно и в нем прекрасно живет. Вождь между делом признался. Он смотрит телепередачи Тиграна Киасаяна. С вашим мужем я боюсь разговаривать. Он такой, если не экстремист, то человек, крайних убеждений. Но с вами мы подискутируем. Еще секунда и пропагандисты расплылись в улыбках. Шутка ли, начальник похворил шоу без аудитории, в котором всех, кто спорит с ним, с Путиным, ведущий клеймит по-сталински пи***стами. Чтобы не позориться, как в СУ с каминг-аутами, штаты решили брать на службу уже готовых пи***стов. И последние несколько лет, наверное, говорить о том, что какие-то загадки перед форумом этим не существовали, наверное, не приходится. Единственное, что меняется, это уровень эскалации, уровень агрессии, который звучит из президента России. Путин, он как голубь мира, продолжает уже в студии Первого канала «Сенатор» и пропагандист Алексей Пушков. То, как ответил Путин на этот вопрос, я считаю, что он успокоил мир и наших партнеров, и наших союзников. Вместо отработки негатива, Валдай привычно укладывает развитие России в тиски идеологии. В стране самим богом уготованы традиционные ценности – консерватизм, изоляция, милитаризм. Возможно, сама история готовила нашу страну к той битве и закаляла ту сталь, что предназначено было сокрушить нацизм. Великая победа, Великая война оправдала страшное кровавое время 20-х годов и 30-х годов. Возможно, в каком-то высшем и мистическом смысле вызвала эту кровь. Повторяю, возможно, и сегодня мы живем в период, когда подобных событий. Он придумывает прошлое и пытается вернуть страну вот в это придуманное в прошлое. Не в реальность, а в придумку какую-то. Валдайские интеллектуалы в своих рассуждениях часто заходят дальше Путина и пророчат крах западной цивилизации. Сегодня Россия движется от великих потрясений к величию. Что для вас является величием России? Спасибо. Величие России на сегодняшний день заключается в укреплении ее суверенитета. Те люди, которые начали зачем-то бороться с Россией сегодняшней после 1991 года, они добились обратного ожидаемому результата. С течением вот этих многих лет, которые Владимир Путин руководит страной в качестве президента, в целом он прошел такой довольно, ну, можно сказать, цикл. От начала какого-то сотрудничества, взаимодействия, когда он приходил в Кремль, до вот в дальнейшем состоянии войны. Поэтому, наверное, и как бы судьба форума, она тоже прошла такой какой-то определенный круг и сейчас уткнулась опять в какой-то тупик. Но главный итог форума такой. Смелость вождя и его свиты обвалили национальную валюту. Курс евро сегодня поднялся выше 105 впервые с 8 сентября. Доллар в эти минуты подбирается снова к отметке в 100. Российский рынок акций снижается, но делает это вяло. Инвесторы, вероятно, думают над тем, будут ли власти объявлять о каких-то мерах по укреплению рубля.